Слушайте, многие лиц-христиан решились жить по заповедям? Я знаю заповеди! Они сами по себе, я сам по себе! Потому, знаете, в Акалипсисе встречаются страшные слова! Просто страшные, я вам скажу, слова! Вот и ангелу сардийской церкви напиши! Ты носишь имя, будто жив! Но ты мёртв! Я ношу имя, будто я христианин! Но! Не думайте, что я хочу сказать о том, что мы все вот сейчас святыми будем или станем! Повторяю ещё раз! Вся суть не в том, что мы станем сразу святыми! Нет! А в том, чтобы мы относились объективно вот к своим этим всем, ну, простите, гадостям даже! И тут же просили у Бога прощения! Чтобы осознали, в конце концов, что мы действительно вот подобно тому разбойнику правому! Кстати, это имеет огромнейшее значение, когда он сказал, мы достойное приняли по своим делам, получили! О, если бы мы так относились ко всем скорбям, ко всем болезням своим, ко всем неприятностям своим, и личным, и общественным, что, Господи, достойное получаю по своим делам! О, если бы мы могли так осознать! Я вам скажу, нет сомнения, что, когда разбойник произнёс эти слова Христу, его страдания, он продолжал уже висеть на кресте, но нет никакого сомнения, что они уже прям преломили все эти страдания! Они стали растворены просто радостью, радостью спасения! Ибо, когда человек осознаёт это и кается, и видит себя недостойным, действует Бог сам, начинает помогать человеку! То, что называется в нашем языке благодатью Божией! Благодать тогда помогает человеку! Кому? Тот, кто ощущает, что я достоин! А я? За что меня Бог наказал? Он хуже меня! Она вот то делает! Ужас какой! Левые разбойники мы, к сожалению! Спаси себя и нас, который кричал в ярости, злобе, терзался и ничего не получил! Вот беда! Ну и другая беда, конечно! И другая, постоянная беда, которая присутствует у нас! И о которой опять-таки, опять-таки, сказал голос! И ангелу лаудикийской церкви, скажи! Поскольку ты тёплый, а не горяч и не холоден, дальше по-славянски скажу вам, потому что это сильнее! Изблюю тебя из уст моих! Не просто отвергну! Мало что-то попало в рот, и я выпрямил! Нет! Изблюю! То есть, как гадость какую-то! Поскольку ты не горяч и не холоден, равнодушен абсолютно, ничего не беспокоит, кроме этой плоской земной жизни! И всё! Меня ничего не волнует! Ни смысл жизни, ни какое-то царство Божие! Я верю, верю, да! Верю! Но мне ни Господь Иисус Христос, Он сам по себе, а я живу сам по себе, без всякой связи с Ним! Повторяю ещё раз, как связь эта устанавливается? Как мы можем пережить именно благодать Божию? Как? Согрешил? Тут же кайся! Более того, даже грешишь! Говорю, Господи, прости меня, не могу не грешить в данном случае! Ну, не могу! Вот до такого состояния дошёл! Кайся! Больше ничего тебе не требуется! Неужели это так трудно? Трудно! Почему? Гордость! Как это я? Вот беда! Вот две беды, перед которой стоит уже не просто там нехристианский мир! Я о нём не хочу говорить! Я хочу говорить о нас, о христианах и о православных! Да, ты думаешь, что ты жив, а ты мёртв! И поскольку ты ни горячий, ни холоден, изблюю тебя из уст моих! Йоси не обязательно! Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...